так теперь вот здесь вот у меня две фотографии это порты а порты мои я доставал науки у Байковой и вы знаете великолепно порты есть у Чернобаева для чего я вот это вот это как зарубка узелок на память чтобы я не забыл сегодня про Чернобаева рассказать наверное дело не в том что моя но я не спорю моя значит моя согласен самоплодная значит плодов наедитесь и эта девочка будет есть их горстями вот так вот так потому что бывает чтоб чуть ли не глотаешь настолько вкусно надеюсь отдельных случаях может быть оказаться кисловато ничего не могу сделать все из косточек отводков корневых не дает а дальше это вот потом ну делать будет нечего вы посмотрите она даст допустим 500 плодов 500 косточек все весь район 500 деревьев должно расти поняли к чему говорю вот так должно быть потом когда-то я стану легенды уже там на небе когда будут вот уже будут говорить а у нас весь район в этих волочках железа я же 2 волочках речи нашел подмосковье глазам не поверил изувечены вот представляете как мне не гордиться смотрите откуда ветки растут понимаете о чем речь посмотрите какой штаб практически каждое если морозом не убьет заморозками все это станет плодами ну здесь в литра 5 до уже будет и через год-два будет уже ведро плодов а там и два ведра посажено скорее всего на холм корневая шейка не сгниет раз пишет ваша значит знает чем я занимаюсь чему учу и к сожалению вот смотрите вначале я получил это письмо и последнюю секунду я получил вот это прямо тут же раз и включил в лебеда а вот это несколько дней назад пришло второй год после цветения вишни в том числе волочной вишни увядают в литературе пишут что это монолиоз деревья монолиоз и вообще все грибковые болезни не жрут не жрут сперва умирает это самая ткань тогда приходит время монолиоза я уважаю это его доля это его роль в нашей жизни не было бы монолиоза и все грибы и болезни не было бы жизни на земле ненависть внушена страшная помните это грибы соскребали с деревьев то есть грибы которые пронимают цветок когда цветение выпадает на сырое время да ребята это время есть это значит что если ваше время сыра 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 если у вас все равно ничего не получается не из малиоза вот этот может быть дерево погибнуть а просто потому что ему там не жить потому что историческая родина это сухое место сухое сухое но я всегда относил к сливам а божественная вишня это разновидность сливы для меня для железного там пусть спорят не спорят вот это разновидность сливы сливы в принципе влагу не так уж и боятся так и вот это вот мне сразу только первое я еще дальше не читал а допустим я прочитал только первую вот эти четыре строчки и сразу ошибка здесь ошибка не монолиоз это потом читаем дальше ну дождливая да но меня не пугает и этих вот все вишни как раз не пугаются дождливых годов понимаете они не зря вот такие смотрите они не зря такие они из тех мест где деревья прижимались к земле вот же их крона то у них неглубокие корни это значит что они не это самое ну все я повторяться не буду читаем дальше мне приходится все сильно обрезать захватывая живую древесину ну понятно раз на них появились увидают он режет ладно слушая ваши вебинары понимаю что обрезка такая еще сильнее ослабляет деревья волочную вишню жалко есть ли для нее какие-то особенности посажена у меня на холмик спасибо но корневая шейка отмечена не было поэтому как она посажена не знаю заглубленная лет не пойму интересный случай я про волочную вишню фактически не знаю ничего я никогда не изучал ее историю развить откуда на скольких краев то ли с китая то ли нет где там для меня везде где корни неглубокие значит там с сыра где корни глубокие значит искали воды там это то есть в принципе делю помните абрикосы груши как ни странно они не разные виды а у меня я их в одну кучку а яблони и эти самые сливы другую кучку то есть для них совсем другие условия видите как яблони с грушами а яблони со сливами и именно яблони именно сливы еще вишни дают корневой отводки не боятся значит влаги вот привыкли помирать собирается корень дает не успела помереть раз от водочек вот видно меня нет от водочек от водочек от водочек вот а вот вся вишня серединка на половинку отводка то не дает а по другим этим самым по внешнему виду она ближе к этим кустарникам значит что получается однажды я давным-давно застрял отсюда не из детства еще когда сада не было вылочная вишня очень слабая корневой шейк а а вот тут заметьте про абрикосы еще про это не читал или не писали про груши вот как тот как его зовут зовут его доктор наук да вот он напишет в эту ямку грушу так и написано яблони запятая груша правильная посадка в эту гниющую яму правильно так вот получается именно про все было написано слабый корневый шейк вот тут-то особенно движет должно быть как вот тут-то без этой точечки без этой где когда выкапываешь чтобы вот она ни миллиметра выше ни миллиметра ниже глядишь бы может быть и не было бы такая что увядает а уж потом когда корневая шейка у него могла на сантиметр оказываться заглубленной глядишь и все это уже потом потом увядание потом она нарез который считает врагов до сих пор наука не знает что грибы не едят это живую ткань вот это одна из всеобъемлющих мировых открытий которых наука не знает она уже открыта мы об этом говорим с вами уже я уже 20 лет об этом она до сих пор не знает что-то тут не то вот ну ладно помните как я говорил пристали не бы расстреляли за дискредитацию науки при брежнева это самое очень гуманная страна я бы попал сумасшедший дом ну и так далее и так далее ну раз я отмечу значит мы с вами причину установить не можем это ли причина или нет вопроса как бороться с полет завишен никак не бороться ну уже эти самые пораженные можно и отрезать хуже уже не будет пораженные ветки которые выдают если предупреждающие меры все о чем мы говорили предупреждающие меры когда следующий раз будете садить садить уже метка та самая метка которая нигде никогда ни в одном питомнике вы не увидите потому что им до фонаря все это если у вас вишня корневая шейка поможет на ее пересадка смотрите сейчас получается так если корневая шейка да она выросла из косточки раз она не имеет корневых отводков корневая шейка у нее есть обычно как у всех когда-то если как делал вот мы же с норильска и вообще мы дачники первые дачники у нас появились вишни мы их не ели мы жрали не хватало этих витамин зимой же в магазинах не было ничего ни яблок ни груш ничего ну то есть витамины и она рано созревает это у нас созревает в юле ну когда пораньше когда в конце июля если холодное лето вот но в июле все таки довольно рано и мы ее жрем-жрем а и плюем тут же дружные всходы вот это и самые ценные были и мы таким путем по соседям везде и всюду у меня приятель один инвалид он в лес ее это лишнее а на плюем зайдет он в лес ее садил вот когда у меня была когда у меня была сове селяна санна проходила у меня практику да сенсация уже разовая практику проходила так вот и напротив где участок мы ее смотрели напротив лесу осталась еще парочка до сих пор ворочек вижу это когда-то там жил тот старик инвалид в том краю вот ведь как бывает так вот корневая шейка есть и особенно когда незакопанное деревце незакопанные косточки это идеальный случай но так как мы не можем оставить на поверхности какая там схожесть вот то минимальная закопка и глядишь у вас она будет как у меня у меня самая старая вишня 32 года волосы она до сих пор жива вот самая старая из тех которые я это культивировал теперь поможет ли пересадка значит смотря вот сколько лет вашей вишне я допустим волосы я не знаю например и год-два вот тут еще попробовать можно вот а но у вас уже цветы значит уже как минимум 3-4 года как минимум вот тут уже пересаживать может немножко отгрести может попробовать я не раз показывал фотографии канавку где-то отводную сделать чуть-чуть отгрести землю ну или уже дальше следующее это поколение здоровых выращиваете так что поможет ли пересадка очень крупная или добьете это уже вам решать огромная благодарность за вашу работу с удовольствием слушаю вебинар ооо значит здесь у меня а Мартынова Галина ух ты так Мартынова Галина хорошо что вы смотрите вебинары значит я для вас это все говорил так просто не слово или признательность находите силы выходить в эфир каждый день тут наоборот если не выйду инфаркт хватит я за эту нелю столько нагляжусь вот это же рынок это же опять все этой дрянью торгуют опять ой ужас что творится несколько лет назад покупал и диски обучающих хотел узнать сделать ли какой то отдельный курс по битомниководству для тех кто хочет организовать так погодите это же вы та единственная кто в этом году пару дней назад заплатил пять тысяч по моему вы ну у меня памяти нет ну в общем отдельный курс по битомниководству у меня есть он у нас общий с Антоном Валерьевичем Сопроном уж мы то постарались уж мы то сделали отдельно там каждое слово там меньше всего вот этой вот лирики которые вот с чего я начал этот вебинар прошлый вебинар там все каждый лыков строку по моему это вы заплатили пять тысяч ну спасибо для поддержки что она нам пригодится мы это заработали так ну и очень сложный вопрос и надеюсь все нет ага все смотрите вот я начну с последнего взошли я получил от вас косточки позапрошлой зимы весной посадила половина взошла и подросла на 30 см примерно но нынче стоят пока без листика да почему без листика что погибли что ли половина которая не взошла в прошлом году я берегла и они взошли нынче хорошенькие зелененькие но посажены густые на расстоянии 5-9 см вот пожалели бы место когда их лучше пересаживать сейчас или осенью значит сейчас раз вы взошли нынче до осени не трогайте а еще лучше до весны не трогайте а потом возьмете лопату лучше двумя-тремя лопатами сразу и раз 5 см между ними вы капаете сразу вот так вот выбираете там 5-10 штук сразу раз и все а потом уже разбираете вот так вот вот и пересаживайте пока не трогайте уже да густо да будут расти медленно мешать друг другу вот но осенью опасно а следующую историю сама то а сейчас если такой способ он существует это же весной пересадить пока не вот такие причем литература научно утверждает что литература под редакцией профессоров что должны появиться два этих ну это само собой два этих самых уже не не 7 доли это само собой они должны торчать выше земли и два листика и в этот я читал когда-то изучал это когда-то учебник для переселенцев для крестьян вот и вот еще два листика и в этот момент пересаживать якобы но как правило все отталкивались от того что было под рукой это яблони и наверное в это время вот такой расточечек можно пересадить аккуратненько но и когда-то ну я также отвечал мне вопрос задавали за мою жизнь уже не сотни тысячи раз я говорю ну хотите рискуйте хотите там в апреле взошло мая пересадите вот такие и так же говорю две семидоли чтоб было и два листика первых ну и плюс тут верхушечка вот в этот момент вот а однажды я получаю письмо а там написано 100 штук зашло и все 100 штук пересадил все 100 штук мертвые и я тогда сообразил а о чем идет речь о абрикосах а попробуйте выкопайте вот такой абрикосик вот такой вот и попробуйте угадать посадить его так чтобы у него четко была колесика у этого то уже мощное дерево там метровое пересажив если даже ошибся если даже колесика чуть повисло в воздухе и то не беда у меня такие деревья есть бывало лень подгрести вот что чуть они корень торчат это еще полгода но у такого то да человек 100 штук посадил 100 штук мертвых а я тут после того когда он мне это сообщил а лучше на чужих ошибка учиться я говорю не ребята вот так как вы садики давайте лучше годовалы то есть ровно год исполнилось и даже не осенью а весной фу вот так вот я по-другому не умею рассказывать представляете если бы лекции читал столько наговорил а если бы лекция два слова всего нет ждите следующей весны и садите два слова обосновать до сих пор 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 Продолжение следует...